Всем доброе утро! Смотрите, что у меня в окошке. Вот смотрите, что у меня в окошке. Сколько вишенок! Вот они, сколько вишенок! В прошлом году у меня эта вишня практически ничего не дала, но как бы эта вишня всегда была очень крупная. В этом году она миленькая, но вишенок много. Вот они какие-то, вот они вишенки. Сколько уже, наверное, можно будет и собирать скоро. Вот такая красота у меня. Вышла я себе в сад в огород. Тут любуюсь красотой. Сейчас вам покажу, какой уже у меня виноград наливается. Вот смотрите, какой уже виноградик наливается. Такая у меня тут красота. И тенечек немножечко дает, и солнышком обогащается мой виноград. Василий Чарославочка почистил. Чистота и порядок. Сегодня будем загорать и купаться. У нас сегодня стрим с Наташенькой Босс. В общем, все покажем, все расскажем. Вот мои огурчики. Один даже, видите, прицепился за сетку. Вчера Славик сетку поставил. Ну, я уже говорила, что у нас все огурцы растут на сетке. И вот еще. У меня немножко их, но нам хватает. Вот сюда переставила свой мини-огород. Ну, а там, смотрите, там еще все в процессе. До всего руки не доходят. А сейчас пойду собирать малинку. Покажу вам, какая у нас малинка. Прежде чем малинку, смотрите, какая у меня здесь вишня. Прям вот низкая, так и тлети. Вот какая вишня. Ну, мне кажется, немножко надо, чтобы она еще... Немножко она... Ну, как-то мягенькая. Не знаю, надо попробовать. Сейчас попробую. Скажу. Уже вкусная. Вот такая у меня вишня. И здесь тоже. Вот какая. Вот такая красота. Вот у меня такая малинка. Сейчас я начну ее собирать. Первую надо скушать. Потому что это витаминки. Ой, какая красота. Тут пока тень. Я прихожу собирать малину только когда тень. У меня ее немного. Вот, смотрите. Вот ее практически чуть-чуть. Но нам хватает. А там дальше у меня виноград и наша зона отдыха, которая в стадии строительства. У меня еще виноградик. Это такой вот, как дамский пальчик. Синенький будет виноградик. Такие гроздочки. Ну, потихонечку наливаются, конечно. Вот гроздочка. И вот здесь. Смотрите, сколько много. Собрала немножечко вот малинки. Ну, на компотик хватит. У меня тут такая кружка. Славик мне сделал такую вот с поясочком. Я ее подвешиваю и могу в любые кусты залезть. Вот такая вот малинка. Началось второе цветение моей этой плетущейся розы. Ну, здесь как бы меньше цветочков, но есть. Там вишенка опять цветет. Эту надо обрезать уже. Сухие. Честно говорю, просто не хватает времени. Я даже хочу сказать своим любимым зрителям, что не успеваю всех смотреть. Честно вам говорю. Ну, просто я не знаю. Мне уже сегодня, знаете, как дочь сказала, ты сама выбрала этот путь. Вот теперь все и успевай. Ну, вот я стараюсь, стараюсь. Сейчас хочу ближе подойти и показать вам вот этот цвет. Конечно, она уже отцвела, но смотрите, какой красивый цвет. Правда? Вот такие-то у меня делишечки. В общем, опять бегу-бегу. Сейчас я побежала варить борщик. У меня питунечки. Но они на солнце немножко начали как бы... Им нехорошо. Но я их поливаю здорово. Каждый вечер поливаю. Вот такие они у меня. Надо вот это все сухое, конечно, убирать. Ой, сколько тут сухого. Ну, в общем, вся в делах, вся в заботах. Мне только что позвонила Наташа Босс. Сказала, что она ко мне сейчас подъедет. Так что я иду ее встречать. Привет. Привет, Натусечка. Ой, две блогерши встретились друг с другом. Снимают. Привет. Ой, поцелуемся. Заходи, заходи, моя дорогая, заходи. Так, у нас тут еще одна подружечка находится. Тут вот выставила уже аппаратуру. Ну, сейчас будем вести стримчик. Так. А я тут. Все на месте. Я на месте. Водичка. Попробуй, какая водичка. Попробуй, Наташечка, водичка. Ледяная. Попробуй. Классно. Скажи. Вода шикарная. Так что сейчас перекусим и будем вести стрим. Наташа говорит, хозяйство. Мне стыдно показывать. У меня тут все в траве, все в этом бурьяне. Это у тебя там красота. Тут уже вот ягодки есть. Ну, вот у меня ягодки на том. Смотри, какие. Видишь? Ягодки какие. Ну, это на вино. Ну, да. А этот такой кушать. Хорошо. Ну, у меня еще есть. Вот дальше. Смотри. Аккуратненько. Смотри, аккуратно. Тут же стройка века. О, бордюрчики. Да, бордюрчики. Вот у меня. Вот это называется виноград. Дамский пальчик только черного цвета. Ага. Вот смотри. Обрежно, обрежно. Славик уже побрызгал, что он весь отравился. Сгорел. Там у меня малинки чуть-чуть. Так. 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 Тут у меня, ты поняла, что. Да. Тут у меня вот стройка. Вот тут на месте. Вот. Ну, тут еще, конечно, работы непочатый край. Наташа делает полностью обзор. 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 Все. Посмотри. Вот это вот у меня роза в конце. Она, вот пойди посмотри на нее. Она, как бы, считается парковая. Она очень колючая. Но там семь листочков. Не пять, а семь. Как у шиповника. И что мне с ней делать? Тут получается на всех ветках. Да. 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 Так они все такие. Ну, она уже переродилась. Она уже поварилась. Она уже поварилась. Или убрать, или докапываться до прививки. Я поняла. Убрать. Да. Она колючая, страшное дело. Колючая, колючая. Сейчас много роз ездишь без шипов. Вот у меня персик. А это красиво цвела, но уже тоже. Персик, ну, там несколько штук осталось. Там, видишь, там чуть-чуть. На яблоне одно яблоко только в этом году. Одной хватит. Так что, попробуй. Богиня приехала. Да. Всем привет. Всем привет. Не ждали? Вот. Вот так. Пока готовимся мы с Наташенькой к стриму. Тут моя подружайка плавает. Люда, скажи всем привет. Поздоровайся с нашими зрителями. Привет. Ну, как? Тебе нравится? Отлично. Отлично. Лидуня, привет. И Лидуня, привет. Кому еще привет? Татьяна, привет. Так. Ну, и всех-всех-всех одноклассников. И всех одноклассников. Кто смотрит меня? Понятно. Рыбка ты наша. Золотая. Да. Плавай. Плавай-плавай. Страиваем аппаратуру. Тут с аппаратурой целая беда была. То у нас не хватало розеток, то не хватало шнуров. Ну, в общем, как-то настроились. Сейчас будем начинать идти. Татенька пришла и сразу взялась за дело. У нас тут, конечно, галдеж стоит. Смотрите, что она тут меня подвязывает. Усы удаляем. Ага. Так. Сейчас мы... Так. Надо зарядить телефон. Сейчас. Сейчас зарядим телефон, будем снимать дальше. Так. И что? Ты уже тут... А, еще вот эта ветка будет, да? Вот эту ветку надо поднять и подвязать. Сейчас. Она тут уже у самой зацепилась. Вообще никак, да? Да, не, ну вообще... Так. Сейчас беру... Я пойду. Моя помощница. Нет, маленькая. Нету вот этой маленькой, которая толстенькая, маленькая. Наташа, так что с этой, с Анечкиной розой? С Анечкиной розой, я думаю, все будет плачевно. Совсем плачевно, да? И если надо развестыть, то и лучше привыть на шиповник. Ну это там у себя, да? Да. А так вряд ли она приймется из веточки. Потому что я на своем типе пробовала в том году 30 кустов. Думала, разведу таких роз. Нарезала себе черенков, бутылку. И у меня ни одна не принялась. Ну я ей тоже говорила, что это вряд ли что-то получится. Но она говорит, попробуй. Ну раз попробуй, вот пробую. Ну не знаю. Пробуйте, но я думаю, вряд ли. Может быть, но под большим вопросом. Так, сейчас еще подвяжу. Сидит. Вообще-то... Значит, Люда, дело в том, что по розам надо смотреть. Если 7 листочков, это шиповник. Если 5 листочков, это роза. Может даже 9. Да. Вот у меня белая роза такая, парковая, которая колючая-колючая. Она ничего не боится. И из нее уже получился шиповник. Я сегодня говорю, Наташа, посмотри. Она говорит, надо выкорчевывать и выбрасывать нафиг. Вот у меня одна здесь такая, одна там. Так что осенью буду все выкорчевывать. Так, тут тоже. Вот. Усы обрежем. Усы Али обрежем. Усы Али обрежем. Усы Али обрежем. Ну, она ж знает толк. Подвязываем вертикально. Вот так. Ну, в общем, я так понимаю, что теперь Наташа скажет, половина урожая верни, пожалуйста. Ой, да я ж не ангел. Нет. Ой. В общем, пришла на вела порядок. В общем, пришла, навела порядок. Так, тут тоже сейчас веточку подвяжем вертикально. А тот виноград надо обработать железным купоросом, да? Тот виноград надо обработать ридомилом от грибковых заболеваний. Ридомил? Да, ридомил голд. Ридомил голд. Родится 20 грамм на 10 литров воды. И надо быстренько, потому что там уже ягодки пораженные. Ясно. Ну вот теперь у меня тут останется в записи. Я все теперь прочитаю и буду знать, что надо покупать. Ой, Натуся, Натуся, спасибо тебе, дорогая. Да это так, наши руки не для скурки. Умничка. Гляньте, какая она красавица у нас. Какая красавица. А то спрашивали, в чем ты, Наташа, приехала? В платьички, пожалуйста, в платьички. Мы там рубашечки. Вот так. Ну, еще вот эту веточку и все. А верхушки не надо срезать? Нет, верхушки сейчас нет. Коронка загнута, виноград еще растет. А, то есть, когда ты говорила, там, если смотрит вверх, то да, уже... Да. Даже если они перерастут в верхнюю проволоку, будет свисать. Пускай свисает. Понятно. Да, потом уже в августе, в середине августа, потом по 50 сантиметров в артушке отрезаем. Для созревания ягод. А там, на том винограде тоже свисает. Пусть свисает? Пусть свисает. Понятно. Резать нельзя? Еще чуть-чуть виноградик подрастет. Все листья до первой грозди поудалять надо будет. До первой грозди? Да. Сейчас я скажу. Хорошо. Вот он чуть-чуть еще подрастет. Смотри. Вот. Первая гроздь начинается тут. Значит, вот эти все листья... Нижние, да? И вот эти тоже? До первой грозди удаляем. На каждом побеге, где грозь... Понятно. До первой грозди потом удаляем. Понятно. Ну, в общем, красота. Ну, дай бог, хай растет. Мамочка! Поплыл! У-у-у-у! Волны вышли из берегов. Как водичка? Противная. Противная? Теплая? Водичка никакая. Она теплая. Она теплая, она горячая. Как в Таиланде. А в Таиланде вообще непонятно сколько градусов. Вышли утром на пляж. Вот возле бассейна. Полежали. Сделали массаж. Зашли в воду, а вода 40 градусов. Да. Сварились чуть-чуть. Немножко было. Было-было. Было-было. Ты знаешь, и дно не скользкое. Ну, ты же чистил два дня подряд, конечно. Смотри, Наташа подвязала виноградины. Вот, и сказала, вот там у нас тот виноград, Славик, тот виноград, он уже немножко заболел. Надо побрызгать. Она сказала, каким лекарством. Вот, смотри, вот этот первый куст, я его сбрызгал медным купоросом, железным купоросом, и он вот так скрючился. Одни блогеры, одни блогеры. Все с селфи-палками, диловые. Вот это очень вкусный виноград. Вот это вот дамский пальчик. Это Молдавия. Это тоже дамский пальчик? Да. Только белый? Да. Ну, вот, Наташа, смотри, что сказала. Прошу два или три года. Вырастает вот такой черный, потом утром встаем, а он вот так здесь. Это болеет. Она сказала, чем побрызгать. У меня записано на видео. Да, побрызгать. А здесь Наташа сказала, что через сколько, ты сказала, нужно будет листики убрать до этого? Когда будет хорошая ягода. Такого размера ягода, когда будет, то нужно будет убрать листики. Понятно. Мы такие вот идем и друг друга снимаем. Вот эти блогерши. Да. Где наше такси? Он ждет с меня такси. Где такси? Ага, он ждет. Ну, идем, я тебя проведу. Так что тебе спасибо, что ты приехала. Ой, я тебя не вижу. Спасибо, что ты приехала. Спасибо за стрим. Спасибо за общение. Спасибо тебе. Все было хорошо, приятно. Хорошо посидели вообще. Приезжайте, приезжайте с супругом. Ну, приедем. Ну, он же ж на работе мне допоздал. Ну, я понимаю. Если бы на выходные. Ну, вы ж с этой дачей. На выходные мы ж на даче. На места получаем. Ну, да. Ну, хорошо. Молодцы. Все, давай. Давай, пока-пока. Пока. Все, идем. Смотрите, сколько у меня здесь вишни. Вот, смотрите, сколько. Тут и детки рвут. И взрослые рвут. И взрослые рвут. Вишни очень много. А здесь уже все оборвали. Там, наверное, возле двора. Столько вишенки. Наташенька уехала, не дождалась. Но я все буду показывать. И как будем кушать тоже. Дымочек, дымочек. Наша рыбка готова. Готова, да, Витуся? Да, готова. Гляньте, какая. Ну, переверни. Ой, какая прелесть. Жалко, что Наташенька уже ускакала. Ну, у нее там какие-то дела. Наташенька, смотри, какая рыбочка. Ой, красота. Ну, все, выкладываем, да? Ой, какая прелесть. Приходите все к нам на рыбку. А то кричали рыбку, рыбку. Вот, пожалуйста, вам рыбка. А, сейчас. Сейчас. Мне хватит начинать. Представляете, какие они жадные. Жадные, жадные. Я могу дать адрес, где рыбка продается. Где она продается. И тогда милости просим. Боже, что это за семья такая. Пожалели рыбку. Конечно. Так, Витуся, наверное, сейчас буду тебе помогать вилочкой. Вот рыбка у нас. И вот столько всего осталось. Но это не осталось. Сейчас еще подъедут товарищи, которые за этой рыбкой с удовольствием ее покушают. Вот такая рыбочка. А у вас пусть слюни текут. Все покушали, наелись. И теперь эксплуатирую свою подруженьку Олечку. Она вот поливает. Поливает, поливает. Спасибо тебе, Олюшка. Мне это доставлять такое удовольствие даже не представляешь. Наверное, как левки в бассейне. У нас там... Сейчас я вам покажу. Молодец! Все купаются, все загорают. В общем, как-то так. Меряк. Ну, как дельфинчик. Как дельфинчик. Ну, молодец. Спасибо тебе, Олюшка. Что, еще эту сторону не поливала? Ну, так поливай. Ты уже полила. А, полила? Все тогда. Тогда все. На этом будем заканчивать свой сегодняшний такой сумбурный-сумбурный влог. До новых встреч, мои дорогие. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова